Всем привет! Вы на канале Есть-Поесть. И сегодня делюсь рецептом простого в приготовлении, но в то же время вкусного и нарядного пирога. Начинка в нем может быть любой. Яблоки, груши, вишня и даже тыква, которую я сегодня и буду использовать. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. В небольшую сковородку кладу кусочек сливочного масла, выкладываю тыкву, резанную мелкими кубиками, добавляю сахар, тертую цедру лимона или апельсина, ванильный сахар и пряности. Я беру кардамон, имбирь, корицу и немного мускатного ореха. Обжариваю на среднем огне, пока не выпарится вся жидкость. Примерно в середине приготовления добавляю изюм без косточек, предварительно промытый. Готовые начинки даю остыть, а тем временем приготовлю тесто. В чашу измельчителя насыпала муку и сюда же режу кусочками холодное сливочное масло. Уже добавила сахар, кладу немного соли, ванильный сахар и разрыхлитель, а также порошок какао. Измельчаю в мелкую крошку. Добавляю два желтка, белки пригодятся позже и опять размешиваю. Дно разъемной формы застилаю пергаментом и высыпаю получившуюся крошку. Распределяю ее, утрамбовывая и попутно делаю бортики. Диаметр моей формы 21 сантиметр. Выкладываю начинку, ничего страшного, если она остается еще немного теплой. Разравниваю, поправляю бортики и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25-30, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Перед окончанием отведенного времени белки взбиваю в легкую пену. Затем, продолжая взбивать, по очереди добавляю по одной столовой ложке сахара. Долго не взбиваю. В итоге белки должны остаться мягкими без всяких острых пиков. Достаю пирог из духовки, быстренько выкладываю белки, распределяю. Потом можно разровнять или наоборот сделать неровности. Отправляю в духовку еще минут на 10-15. Готовому пирогу даю остыть, потом перекладываю из формы на блюдо. Он хорош как в теплом, так и в холодном виде. Рассыпчатая шоколадная основа, пряная сочная начинка и нежное облако взбитых белков. Это просто великолепно! На белках образовываются карамельные капельки, как на пироге слезы ангела, ссылку на который я оставлю под видео. Эти капельки придают пирогу очарование. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. А я желаю всем приятного аппетита! Удачных экспериментов на кухне! Увидимся в следующих видео!